сегодня взяла от курчик яйца 10 штук только не от молодых от молодых восемь и от старушек два и того 10 яиц вот написала буковку с это старушки снесли хочу вам показать разницу в размерах яйца я вообще была в шоке сегодня в сравнении смотрите как отличается как давайте можете на стол поставлю только чтобы они не покатились эти яйца вот так видно вот эта старушка снесла это молотка снесла так какой еще взять вот это вот понятно вот так будет понятнее наверное о в общем молотки мне несут крупные яйца друзья поначалу когда они были помоложе молотки мои когда они мне занеслись они мне вот где-то вот такие яйца и несли даже поменьше по моему были яйца они занеслись четыре с половиной месяца молодушки мои и сейчас я их называю молотками хотя они курочки и хорошие уже курочки но у меня же есть старушки поэтому есть старушки есть молотки и сейчас я вам хочу взвесить чтоб вы посмотрели какой вес конечно не сильно активный большой этот вес но тем не менее вес 61 так вот это я хочу покрупнее которая 60 тихо 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 68 вот давайте еще какое-то одно вот это с розоватым таким отливу 61 но есть конечно поменьше яйцо давайте вот это взвесим или это от старушек яичко нет нет старушек от молодок 54 вот теперь давайте взвесим яичко от старушек 48 вот так а второе яйцо я потерял а куда его поставил вот это наверное да вот она так сейчас я разобью и все будет хорошо я успокоюсь на этом 54 ну вот так я что хочу сказать что старушки которым уже третий год и второй год они несут меньше яйцо чем куры которым еще года нету вот так вот что значит петухи прошлого года которые участвовали в создании и вот этих курочек которые у меня сейчас бегают вот я сама инкубирую яйцо да вот петухи тоже были крупненькие я отбираю для родительского стада крупненьких петушков самых хороших и в этом году у меня вообще красавцы петушки но в общем размер яйца от этого все-таки зависит у меня мясо яичная порода и по цвету яйца это сразу видно яичная порода у них скорлупа у яиц светлая вот это даже не яичная мясо яичная у меня несколько курочек таких которые несут со светлой с белой можно так сказать скорлупой все остальные несут вот такие яйца кремового цвета с различным оттенком и вот кстати был вопрос какого размера закладывать яйцо на инкубацию ну что сказать друзья какого размера вот какие у меня яйца есть вот такие я и закладываю что крупная что вот такое среднее что мелкая даже если будет 40 но вот это вот сколько у нас 54 грамма да даже если будет 47 грамм вот у меня такие яйца были я их закладываю есть яйца курочки бывает сносит но совсем маленькие-маленькие вот такие понимаете 15 грамм весят еще говорят что такое яйцо курочка сносит когда либо первое яйцо либо последнее яйцо но такое бытует мнение среди людей что когда курица такое яйцо сносит маленькое то так либо первое либо последнее вот такое яйцо закладывать конечно не надо с него ну естественно ничего там с него будет ничего не будет хотя есть вот такие яйца мелкие где нету желтка а есть такие где есть желточек вот у меня старушка снесла недавно такое яичко маленькое и там желточек маленький был ну куры вообще меня старушки это вот очень радует яйцо скажу так в кавычках поэтому не удивлена я была что мне курица подарила такое мелкое яйцо так вернемся к вопросу о размере яиц ну вот принципе я уже вами сказала вот какие яйца я собираю от курочек своих вот такие я и закладываю и считаю это нормально ну единственное что с крупного яйца выйдет покрупнее цыпленок да а с мелкого яйца помельче цыпленок вот и все весь секрет веса яйца так что я отбор по весу не виду если много яиц то конечно могу и поиграться с этим совсем мелкая не буду закладывать но у меня яиц не так много поэтому я все заглад закладываю подряд главное чтобы они были целые проверяем целостность скорлупы чтобы не было наростов образований на скорлупе трещины чтобы не было что еще крапинок там разных вот перед инкубации яйцо мою и дезинфицирую перед самой инкубации перед закладка в инкубатор до этого я их не мою они у меня вот так и хранятся в тарелочках в комнате я в холодильник не ставлю в подвал тоже в общем в комнате хранятся на столе элементарно или на стенку поставила мне там целый ряд тарелочек лежит я знаю в какой день когда курочка снесла то есть тарелки по дням у меня располагаются и когда я уже собираюсь закладывать в инкубатор я мою дезинфицирую это яйцо вот так еще поступил такой вопрос по поводу мраморного яйца от чего это зависит и нормально ли это друзья если честно я в эту тему так глубоко не вникала у меня тоже такое бывало бывало тоже такое хочу сказать что есть такие куры я уже писала отвечала на этот комментарий есть такие куры которые несут именно такое яйцо мраморное есть такие куры поэтому может быть у вас такие куры которые несут такое яйцо мраморное другой нюанс возможно не хватает что-то в курочке да что нас носит такие яйца то есть не хватает каких-то питательных веществ для формирования нормального яйца с хорошей скорлупой чего там не хватает может быть курочки поэтому такие яйца мраморные ну а возможно это и норма друзья может быть это и есть нормально курочка иногда вот такое яйцо и сносит где есть мраморность на просвет я так понимаю да друзья когда мы смотрим на просвет еще перед инкубацией конечно же лучше всего просвечивать яйцо и проверять как она внутри выглядит раньше я такого не делала друзья помыла продезинфицировала посмотрела вот так внешне чтобы яичко было хорошенькое да вот и закладывала в инкубатор в этом году я стала проверять яйца друзья оказывается что их надо проверять во первых первое что мы смотрим чтобы была воздушная камера на месте она у нас где должна быть со стороны тупого конца яйца в остром конце яйца воздушная камера если есть такое яйцо надо отбраковывать я это столкнулась вот сейчас в первую свою инкубацию видите немножечко тут что-то какие-то вот как будто бы есть крапинки да старушки снесли вот ну может быть это помыть его надо это все отойдет воздушная камера со стороны тупого конца и на просвет видно где это воздушная камера она может быть здесь в середине со стороны острого конца яйца где-то сбоку а еще эта воздушная камера она может бегать вы знаете такие яйца бывают у меня такое было бегает воздушная камера вот так вот так крутишь яйцо и она здесь вот сверху вот как крутишь так она здесь и сверху и появляется это воздушная камера это тоже не есть хорошо желток он тоже держится там на канатиках верху внизу в общем и если оторвался там какой-то канатик или два канатика на котором держится этот желток то он будет болтыхаться внутри вот так прыгать то есть это тоже нехорошо даже если яйцо с оплодом там вот зародыш но он не доживет до конечного этапа инкубации он погибнет ну в общем а еще что может быть два желтка элементарно я еще думаю может быть у меня вот это яйцо с двумя желтками представляете может поэтому такого крупненько но я его просвечу посмотрю просвечу уже в темное время суток всего когда уже буду закладывать коробочку тогда я буду просвечивать и смотреть с двумя желтками на инкубацию тоже не подходит яичко так ну все друзья много не буду набалтывать всем хорошего дня и всем пока